У меня осталось две карты, метафора и эмоции. Это мой маленький отзыв об игре NetWorker. Первая карта у меня сверху весна, это метафора. А внизу эмоция подозрительности. Вот это, кстати, очень интересный момент, потому что, наверное, слово весна. Для меня игра ассоциируется с новым каким-то этапом, наверное, в коммуникации. Да, коммуникация и знакомство людей, когда в игровой форме люди могут познакомиться, узнать друг друга больше. Когда, с одной стороны, конечно, безусловно стоит какой-нибудь, в том числе, как говорят, личный интерес, корыстный интерес. Но, с другой стороны, в том числе и возможность вдруг неожиданно найти какие-то точки соприкосновения, когда человек может просто быть приятен, то есть интересен. И я очень рад, что, наверное, в этой области, то есть игры, которые стали как бы вот использоваться, это в каком-то смысле весна, то есть начало как бы всего. Для меня это как начало новой эпохи коммуникации. То же самое время у нас эмоции подозрительности. Я не могу сказать за все игры или за весь Networking, но мне понравилось. И даже в хорошем смысле я был немножко разочарован, потому что не было никакой подозрительности, когда я пришел или какой-то там, не знаю, какого-то неуюта в начале игры. То есть была личная моя какая-то персональная неловкость, и думала, какая-то новая игра, сейчас какая будет. Но я себя так хорошо чувствую, и не потому, что я выпил того, кисловатое пиво. Ну, я просто все понравилось, и люди хорошие. Спасибо. Ну, Макс, спасибо тебе огромное за создание такой прекрасной. Спасибо большое, Денис. Как я уже сказал, это врожденное, это неприобретенное. Поэтому обучать этому... Смени твои нету, короче. Значит, ты уникален. Спасибо, папа с мамой и матушка природа, да? Да, да. Ну, как-то так выглядит. Спасибо. Спасибо. Света? У меня очень интересные карточки. Это белоснежка с 7 гнумок. Ого! Счастье. Счастье вообще это моя основная эмоция, которой я всегда стремлюсь, и все, что я делаю, в общем-то, для этого. То есть, если я не чувствую себя счастливой, мне ни деньги не помогут, ни возможности, ни ничего. Самое главное, это для меня чувствовать себя хорошо. Счастье. И вот когда я играю в игры, для меня, почему я играю в игры, собственно, это потому что я чувствую себя тоже счастливой, я чувствую себя где-то более наполненной, раскрытой, у меня начинают больше влестеть глаза. Соответственно, это дает мне какую-то искренность, да, счастье. И поэтому игры объединяет людей, ну, белоснежка с 7 гномов, наверное, это где-то какая-то сказка, собственно, да, я, может быть, белоснежка 8 гномов, а может быть, и этот ведущий белоснежка, а мы тут все гномов. Не важно, кто, в общем, белоснежка 7 гномов, но важно то, что белоснежка 7 гномов, там, по-моему, добрая сказка про то, как они прекрасно ладили друг с другом в рамках какого-то одного контекста, ну, одной какой-то реальности, одного мира, одного момента, в котором мы находимся все вместе. Находясь все вместе в этом моменте, мы можем создавать это счастье. И вот это для меня главное в игре. Спасибо большое. Сергей? У меня очень интересная карточка, которая, на самом деле, мне кажется, характеризует даже лучшим, я сам мог бы описать вот эту игру. Это очарованность и кусок пирога. Очарованность, я вообще очарован пирогами, в принципе, пожарный. Как было бы у себя так было. Вот, и для меня эта игра стала настоящим таким пирогом, вот, потому что она вот даже в своей структуре так похожа на какой-то пирожок, который разъездили на несколько кусочков. И причем они разные, вот как есть такие составные пироги, где там разные, что попробовать. И когда мы составляем, собрав эти кусочки, какую-то историю, у каждого пирога свой вкус, и он накладывает определенный оттенок. И вот очень интересно с этим играть, споставлять вместе и рождать какую-то вот новую историю. И плюс ты сам никогда не знаешь, вот, какие эмоции ты ощутишь, как ты сыграешь в ситуации, которая произойдет. И невероятно интересно наблюдать за то, как вот каждый человек по-разному импровизирует. То, что мы тоже как вот кусочки такого пирога, да, ну, как бы внешний вот этот слой. И мы одни и те же элементы порой совершенно по-разному рассказываем. И невероятно интересный процесс, он открывает в тебе сразу несколько каких-то таких сознаний разных. Для меня это прям невероятный опыт. И вот действительно люди, которые здесь, это что-то невероятное для меня. Я чувствую колоссальное вот вдохновление, энергию. И это мой мозг заставляет вот как-то по-новому смотреть на вещи, которые казались мне вот привычными в чем-то, да. И это невероятно шикарный для меня опыт. Супер. Я безумно, конечно, очаровываю. Спасибо. Спасибо большое, Сережа. Галла? Спасибо. Мои карты это волшебная палочка и горечь. По-моему, здесь должно было быть написано волшебная галочка. В общем, я очень люблю волшебство. Особенно я почувствовала волшебство и магию того, как складываются слова в предложении. И как у каждого из нас они складываются по-разному. Это просто какая-то магия. Вот. И я испытываю горечь, что все это закончилось. Спасибо большое. Спасибо большое. В свои ответные речи, которые я вообще не успел подготовить, мне выпали такие карточки дерева, растения. Это метафора, да? И чувство стыда. Так вот, я искренне вам благодарен за сегодняшний вечер и наше общение. И предлагая и приглашая в эту игру, я ни капли не испытываю чувства стыда, потому что знаю всегда, что это интеллектуальное мероприятие пройдет великолепно, весело и затронет самые иногда даже тонкие моменты души. и обязательно в будущем произрастет, как дерево, как какое-то растение в ваших эмоциях, в ваших действиях, в ваших усилиях по отношению к другим людям, когда надо будет что-то рассказать, представить или пообщаться. Спасибо вам большое за сегодняшний вечер. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я помню.